Всем привет! Недавно я разговаривала с одной из девочек на YouTube, которая делает тоже свои видео. И она меня спросила, почему я давно не делала видео по-русски. И я думала, что не всем интересно в России про мой блог, про то, как я покупаю винтажную одежду, и где я ее покупаю, и как ее стилизовать. Поэтому я писала свой блог по-английски, тем более я зарегистрирована на сайте, который называется Независимые блогеры о моде, Independent Fashion Bloggers. И чтобы быть зарегистрированной на этом сайте, нужно посылать свою заявку, и создательницы этого сайта смотрят твой блог и решают, как бы достойна ты быть на этом блоге или нет, достойна ли ты быть частью этого блога, этого сообщества или нет. И так как меня выбрали в этот блог около месяца назад, то я очень много времени, очень много сил уделяю этому блогу, я очень много читаю о моде, и, девочки, если кому из вас интересно, то у меня на блоге очень много советов, очень много каких-то рекомендаций по поводу того, какие книги читать, по поводу того, как стилизовать и как приобретать персональный стиль. И так, я также хотела поделиться радостной новостью, мы купили новый айфон 4S, и этот айфон абсолютно замечательный, я очень ему благодарна, и благодарна за, как бы, своему мужу за то, что он мне его купил, и за то, что теперь у меня есть возможность снимать видео в более хорошем качестве. Итак, кто из вас знает, я месяц назад начала проект, который назывался Sephora Blockbuster Challenge, то есть это был опыт, который я ставила на себе, и я использовала только одну палетку, и я закончила ей пользоваться, вы можете посмотреть мое предыдущее видео на YouTube, я делаю небольшое, буквально двухминутное ревью, overview того, сколько продукта я потратила, и сколько продукта у меня осталось. На самом деле продукты я затратила очень мало, единственное, что, ну, там закончилось буквально, ну, ну, даже не закончилось, практически закончилась там одна, одна такая маленькая тень и блеск для губ. Итак, ну, я расскажу сейчас, что я себе купила, как бы, как подарок, и вы, наверное, скажете, что вообще с ума сошла. Я купила себе две палетки от Эльф, которые у нас только что привезли в Таргет, я, как бы, смотрела на сайте Таргет, что они продают косметику Эльф, но ее нужно было заказывать онлайн, я не хотела заказывать, я не хотела платить за шиппинг, за доставку. И вчера у нас появились эти палетки, и как везде, и в других магазинах, где продают косметику Эльф, они стоят 5 долларов, есть какие-то палетки за 3 доллара, есть какие-то за 10 и так далее. Я купила две палетки за 5 долларов, покажу сначала ту, которую я купила вчера. Она у меня немного... ну, я ее уже открывала, то есть это вот такая коробочка, здесь 32 цвета, и я долго, как бы, думала, какую мне выбирать, но решила остановиться на этой, потому что здесь очень много цветов, они достаточно красивые. Я пока не буду делать ни свочи, ничего, потому что, ну, как бы, я еще этой палеткой не пользовалась, но я уже вся в предвкушении. То есть выглядит она вот так, здесь 32 цвета, 4 ряда, по 8 цветов в каждом, и меня очень привлекли вот эти верхние яркие цвета. Я очень рада, что приобрела эту палетку. И на самом деле, как бы, вот если посмотреть на все эти цвета, то у меня не было таких цветов в моей сифоле. Были какие-то похожие, но, как вы знаете, все тени, они разные. Вот, особенно меня радуют эти яркие оттенки, потому что скоро будет Хэллоуин, я в предвкушении этого праздника. Вот, и с нетерпением жду. Вот такую палетку я себе купила, и мне также очень нравится, что здесь очень богатый выбор серых теней. И вторую палетку я купила сегодня утром. Она выглядит вот так. И это больше такие коричневые тона, меньше ярких оттенков. Я еще не знаю, если я буду сама этой палеткой пользоваться, или я кому-то подарю. Вы видите, она заклеена. Я ее еще не открывала. Сейчас мы попробуем. Мы можем взять мои ножницы, которые я использую для своих различных рукоделий. Кто из вас... Я думаю, что многие из вас знают про косметику Эльф, потому что она достаточно популярная, достаточно дешевая, но хорошего качества. И мне очень нравится эта упаковка. Она такая, знаете, блестящая, сверкающая, очень праздничная. Вот это... Давайте посмотрим теперь на эту палетку. Вот так она выглядит. И вот такие вот в ней цвета. Тоже цвета очень красивые. Я постараюсь сделать свочи и выложить на свой блог. Но 64 цвета свочи я думаю, что я не смогу сделать. Вот. И показывать вам их все. Я, конечно, с удовольствием бы, но мне кажется, как-то это немножко глупо. В каждой палетке идет вот такой аппликатор, которым я, конечно, не пользуюсь. Что мне нравится здесь, разделители в этой палетке намного выше, чем в палетке от Сифоры. То есть, если здесь они выступают где-то на 3 мм над тенями, то в палетке от Сифоры эти разделители одного уровня с тенями. То есть, все тени смешиваются, поэтому палетка от Сифоры, она достаточно такая, знаете, messy. Ну, вот давайте ради интереса я вам покажу несколько цветов вот из этой палетки. Я надеюсь, что вам будет видно. Ну, и какой-нибудь темный. Вот смотрите. Вот такие вот цвета. Я думаю, что их видно очень хорошо. Особенно темный цвет, абсолютно замечательный и чудесный. Конечно, все эти тени нужно будет обязательно использовать, наносить на базу. Но я надеюсь, что я смогу сделать для вас какое-нибудь видео и показать, как я эти палетки использую. Также я их купила, потому что они очень маленькие, они очень компактные. То есть, вот так вот, если их вместе две сложить, то, ну, где-то 2,5 см, где-то на 12 см, и длина, может быть, около 15-17 см. То есть, ну, вот между моими, вот расстояние между моими пальцами. То есть, если куда-то вы едете в путешествие, если вы едете куда-то отдыхать, то возьмите эти две палетки. Потому что Сифоры блокбастер, он огромный. Честно говоря, знаете, иногда создавалось такое впечатление, что это огромная бестолковая палетка. На самом деле, она не бестолковая, она очень хорошая. Макияж сегодняшний мой, я делала тоже с ней. И что это значит? Например, может быть, вы будете думать, что вот, я, наверное, не буду больше пользоваться этой палеткой от Сифоры. Нет, почему? Я буду ей пользоваться. Я буду ее использовать, может быть, один, может быть, два раза в неделю. Вот, но я приобрела новые палетки, и также у меня были какие-то мои старые палетки. Плюс мне очень хочется закончить уже свой праймер для теней. Вот, поэтому я, как бы, я решила, что мы будем, как бы, я буду постепенно использовать эти палетки. Может быть, если ко мне придут какие-то подружки, кто-то придет в гости, то я смогу сделать и макияж тоже. Я очень благодарна вам за просмотр. Надеюсь, что вам, как бы, больше нравится качество этого видео теперь, потому что его можно будет смотреть в HD. Вот, и я всем желаю отличного дня. Всем спасибо, всем пока.